Как было у классика, красота спасет мир. Сегодня мы поговорим о таком виде искусства, как аэрография. Аэрография – это одна из техник изобразительного искусства, в которой краска наносится на поверхность при помощи сжатого воздуха. Мы пообщались с мастером по аэрографии Викторией Куртюковой. Искусству аэрографии Виктория обучалась в Петербурге, так как в нашей стране специалистов в этой области довольно мало. Мастеров мало, можно сказать, 10-15 максимум. Это даже смело сказано. У аэрографии довольно длинная история. Оказывается, еще тысячи лет назад люди занимались аэрографией. Древние художники выдували через полую кость пигмент-краску на стену. Но основное развитие эта область получила во второй половине 19 века. Для создания рисунка используется специальный инструмент – аэрограф. Вот такой маленький пистолетик. Я люблю немецкие, но очень много разных производителей. Там и американцы, и японцы, и китайцы. Вот. Ну, я полюбилась с самого начала все-таки немецкие пистолеты. Внешне аэрограф очень напоминает авторучку. К нем прикреплена небольшая емкость для краски, куда под давлением подается воздух. Аэрограф через шланг подключен к компрессору. Иногда используют или механические компрессоры, или баллоны с воздухом. Для того, чтобы начать рисовать, поверхность нужно как следует подготовить. Избавиться от сколов, ржавчины и неровностей. Если это касается автомобиля или мотоцикла, то нужно отдать на подготовку автомаляру. Идет рисунок. То есть я рисую. Потом лакировка. Причем лакируют в нескольких этапах. То есть там не один раз, не два раза. Там может три-четыре раза полностью высушить. Отматовать опять. То есть я подхожу, смотрю, если там под лак. Лак может выявить какие-то ошибки. Ну, там цвет может где-то не совпадает. Я уже поверх лака опять управляю, рисую. Вот. И дальше уже опять лакируют. Но прежде чем начать создавать аэрографию, нужно понять, какой же рисунок вы хотите. Волки мне очень нравятся. Это сильные, независимые и гордые животные. У меня была немножко другая идея. Виктория предложила свои три идеи. И вот из этих трех я выбрал вот эту единственную. Ой, я очень долго хотела. На самом деле, несколько лет. И однажды я увидела у своей подруги фотографию с ее капотом. И прям загорелась. Но довольно часто люди сами не знают, чего хотят. Поэтому я прошу составить папочку с фотографиями любыми. Что вот нравится. Любые фотографии. Даже не надо думать, что это будет на машине. Просто что понравилось. И я уже определяю вкус человека по этим фотографиям, что он собрал. И тогда уже я смело даю идею. И в 99% попадаю. Как оказалось, самая популярная тема – это черепа и пламя. Это очень много. То есть это… Я, бывает, отговариваю уже. Потому что я не могу уже. Я вот так устала их рисовать. Но, да, в основном черепа. Некоторые люди предпочитают украшать свой автомобиль пленкой вместо рисунка. Но мастера считают, что это совсем не то. Пленка, она очень быстро теряет свою первоначальную красоту. Она тускнеет на солнце. Вот эти все природные условия. Холод, грязь, постоянная мойка. Она портит наклейку. И наклейка теряет свою красоту. И начинает где-то сходить. Плюс еще, если кто-то угонит эту машину, пленку можно просто снять. А аэрографию нужно перекрашивать. Виктория охотно обучает этому мастерству. Она ведет курсы и преподает аэрографию в училище Вана Вигала. Кстати, если решите украсить свой автомобиль, помните. По закону основной цвет автомобиля должен быть хорошо виден со всех сторон. А иначе вам придется вносить изменения в техпаспорт. Артур Тюленев, Юрий Жильцов. Специально для этого Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова